Сильные ветра, которые последние годы стали нередким явлением на территории всей Тамбовщины, становятся причиной повреждения линий электропередач. Устаревшие конструкции опор, сами провода, зачастую не выдерживали разгола стихии. В результате перебои с электроснабжением и неудобства для жителей. Поэтому совместно с руководством сетевой компании был разработан комплекс мероприятий в 2013-2014 году, который ставил перед собой задачу реконструкции старых линий и строительства новых. За эти два года, 2013-2014 год, были проведены работы на 35 километрах линии электропередач. В этом году также была согласована программа на 20 миллионов рублей. И порядка 15 километров протяженностью от линии электропередач должны быть построены или отремонтированы. На последней встрече, которая проходила несколько недель назад, мы договорились с генеральным директором Александром Владимировичем Крапивиным о том, что данную работу нужно немного ускорить. И для этих целей было выделено еще 10 миллионов рублей. То есть в этом году сумма вложений со стороны Тамбовской сетевой компании состоит уже не 20, а 30 миллионов рублей. Что, естественно, позволит отремонтировать пять подстанций, линии электропередач на многих улицах города. При монтаже новых линий применяются современные надежные материалы. Самонесущий изолированный провод застрахует от ветровых нагрузок. Там, где работы уже проведены, результат налицо. Отключение электроснабжения из-за аварии не случается. У нас есть населенные пункты, которые прошли реконструкцию. То есть там даже при неблагоприятных погодных условиях уже ни отключения, ни заявок, ни повреждений. То есть это современная технология СИП. Самонесущий изолированный провод. Наряду со строительством новых будут вестись работы по подключению тех участков, что были заменены ранее. В частности, будет производиться переподключение уже реконструированных линий. ВЛ-6-3, улица Лугова, юбилейная, молодежная, привокзальная, Котовского, шоссейная, Сбербанк, 1 микрорайон и так далее. Помимо масштабной реконструкции линий, на август запланированы работы, связанные с подготовкой коммунального хозяйства города, прохождению отопительного периода и осенне-зимнего максимума нагрузок. Обслуживание городских подстанций – необходимость, говорит главный инженер. Оборудование не может работать беспрерывно, поэтому периодически проводится его профилактический осмотр. А по мере надобности – и ремонт. Работы, связанные с обслуживанием релейной защиты и автоматики подстанций «Городская», запланированы на 9 августа. Во второй половине месяца намечено провести профилактику на подстанции водозабор. При этом по городу будут производиться работы по ремонту и обслуживанию водопроводов, а также станции обезжелезивания. При проведении профилактических работ не обойтись без временного отключения электроэнергии, а в ряде случаев и водоснабжения, о чем население будет оповещаться заблаговременно. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, Вадим Полосьмен. Наш город.